Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Сергей Хедлайнер. Сегодня будет видео про мотопутешествия вокруг высоких Татар через Польшу и Словакию. Поехали! Однажды весной я летел из Италии домой и был приклеен к иллюминатору, все рассматривал Альпы. Они были точно по пути, и когда они закончились, то рассматривать стало особо нечего. Вдруг вся эта пелена облачная, вдруг прорезается такими остроконечными вершинами гор. Они вот как Альпы выглядят, только такой полосой, такой грядой. Я понимаю, это высокие Татары, и именно в тот момент мне пришла мысль объехать их на мотоцикле вокруг. Итак, утро. 14 сентября. Я наконец-то собрался поехать в это путешествие. Летом как-то все откладывалось, не получалось. Погода прекрасная, настроение замечательное. Я вот в гараже здесь собирался, наверное, минут 40, пока запаковал все вещи, пока туда-сюда. В принципе, я брал всего по минимуму, потому что ехал всего лишь на три дня. В правом кофре все для дождя и чехол для мотоцикла. А в левом небольшой рюкзак с личными вещами, которые беру с собой в отель. Сумка на пассажирском сидении была почти пустая. Там бутылка воды, пару бутончиков и еще какие-то мелочи. Кожаный кофр на маятнике с инструментами. И сумка на баке с документами, камерами, зарядками и прочими важными штуками под рукой. Ее я всегда беру с собой, когда иду на заправки. Первая заправка. Только после того, как выехал, буквально проехал 5 километров. Мне кажется, вот как раз, как раз я угадал примерно с количеством до полного. Готово. Куча времени тратится постоянно на вот эти одевания, снимания перчаток, шлимов и так далее. Поэтому вроде как на мотоцикле ты едешь мобильное, быстро, нормально. Но вот это задерживает. То ли я, то ли капуша. Скорее всего. Выехал со Львова, как всегда, в сторону Польши. До границы ехать 80 километров. Дорога очень хорошего качества. Ну, это вот это расстояние просто пролетаешь мельком и особо ничего не рассматривать. Погода плюс 14. Солнце ясно. С утра был маленький дождь, но сейчас хорошо. Решил одеть жилетку. Она еще немного плюс сверху защищает от ветра. Чуть-чуть будет теплее, потому что немного прохладно. До границы осталось километров 25, где-то так. Перед границей заправился, купил страховку, грин-карту. На самой границе было пару машин, и я проехал очень быстро. Польский пограничник первый раз попросил меня открыть кофры. Но дальше в них даже и не смотрел. И тут снова разговоры про мотоциклизм. Видимо, оказалось, что один из польских цельников пограничников тоже катается в обычной своей жизни. И его прям это очень впечатлило, что я еду через Польшу, вокруг Татара. Ну, ясное дело, это внесло какое-то, наверное, разнообразие в его рабочий день в тот момент. Что, поехали? Туперемыш. В Поремышле я заехал по делу в торговый центр, и тут же решил перекусить, пока была возможность. Обед обошелся мне в 15 злотых, что равно примерно 4 доллара. Кстати, в субботу торговый центр в Поремышле выглядел совсем пусто, не то что во Львове или в Киеве. Ну, а вообще, я сам уже давно не появляюсь в моллах в выходные, не вижу смысла тратить на это свою жизнь. Конченый телефон, который постоянно меня задалбывает. Постоянно у него с навигатором какая-то херня. Постоянно он не хочет найти свое вмештоположение. Вот пробует вот отколедуйте компас своего устройства. Наклоняйте, перемещайте телефон. Задалбало. Это забирает... Немного вывел меня из состояния равновесия навигаторов в китайском телефоне, но это мелочь. В прошлый раз из Поремышля я поехал вниз по серпантину в сторону Санка. И, кстати, если кто-то не видел видео про мотопутешествия по польским вещадам, здесь я поставлю ссылочку и ссылку поставлю в описании. Посмотрите. А в этот раз из Поремышля я направился прямо на запад. В Польше даже самые маленькие городки, через которые проезжаешь, всегда опрятны и ухожены. Видно, что люди следят за окружением, в котором сами и живут. Даже если это маленькая деревня, то все равно каждый двор, каждый дом приятен глазу. Мне очень нравится видеть, как живет страна за пределами столицы больших городов. В Польше мне очень нравится, что на кольцах есть крупные указатели на съездах. Я как дизайнер скажу, что навигация это то, где все должно быть понятно с первого взгляда. И тут поляки справились на отлично. Считывание информации происходит моментально. Я не раз тут катался без навигатора и не испытывал никаких проблем. В Польше, чем альбом? Дай處. Добрый день. С двойки, попросите. 18-18. Ок. Доехал до Кросна и ушел на Словакию. Обязательно рекомендую к посещению музей стекла в городе Кросна, туда стоит заехать и это вопрос не про посуду, а там множество всяких фишек они делают и там круто, там попадаешь на настоящее производство и находится все это на центральной площади прямо, так что strongly recommended, туда надо обязательно поехать. Дальше основная трасса идет на Барвинок к словацкой границе, но меня основная трасса не очень-то интересует, поэтому я выбрал мелкую дорогу немного западнее через Могурский национальный парк. Чтобы заехать в Словакию левее и быть сразу ближе к горам. В Польше и так дороги гуские, но тут вообще ощущение, что на полторы машины рассчитано. Этот участок дороги длиной 35 километров проходит в густых лесах и за все время я встретил там буквально две машины. И на доброй половине пути даже мобильная связь не работала. Еду по каким-то мелким второстепенным дорожкам между Польшей и Словакией. Вот сейчас скоро надо будет заезжать в Словакию, где конкретно я не знаю. Ну вот расстояние чем 140 километров до Попрада. Посмотрим. Тут я остановился, тишина, птицы поют, коровы пасутся, немного размелся, подышал. Тишина, здесь машин вообще нет. Ага, тут даже нет сети, нет интернета. Ну окей. В этой камере, конечно, недостаток, потому что довольно быстро садятся аккумуляторы. У меня их целых четыре стуки с собой. Ну я их периодически... Ну это вот второй тут оставлю за сегодняшний день. По идее должно быть... О, готово. Что, поехали? О, блядь. Приехали опять. Что за хрень? И тут я думаю, я нахожусь непонятно где. Мотоцикл не заводится. Интернета нет. Что делать дальше? Еще раз включу зажигание. Насос. Застал. Блин, я так и думал, что глушиться как бы не надо. Хотя это все равно не дело. Так, включил. Я на самом деле так и не понял, что тогда произошло. То есть у меня уже было такое однажды дома. Ну дома это одно. Ты в двух километрах тут от дома. И это вообще не проблема. Когда ты находишься где-то далеко, то это немного напрягает. У меня закрался уже какой-то такой стрём, хоть не глушись. Понятное дело, это не дело. Ну, кстати, господа, следующие мотоциклисты-механики. Может быть, есть какие-то варианты, почему это происходит. И вы напишите там внизу. Заехал в Словакию. Граница условная, только знак и стык асфальта. Ничего не изменилось, но само ощущение уже другое. Я был в этой стране только один раз проездом на машине года 4 назад. Особо никогда не рассматривал Словакию как цель для посещения, но забегая вперед, скажу, что это однозначно одно из лучших направлений недалеко от Украины, если вы хотите сгонять куда-то недалеко на несколько дней. Проехал уже в Словакию, уже километров 20 проехал. Здесь начинаются такие крутые виды. Ну, это пока еще не самые высокие Татры, но очень красиво сейчас. Ну, осталось немного, в принципе, 100 километров по вот этой дороге красивой. Так что едем. Я решил все-таки немного дозаправиться в Словакию. Перед тем, как вот 100 километров осталось доехать. Но там такие горы, дороги, не слишком цивилизация прямо сразу везде. Поэтому лучше быть спокойней. Тем более я еще хотел взять с собой такую резервную канистру. Специальную для мотоциклов, чтобы с собой возить резервный там литр бензина. Ну, я ее просто обломал собрать, честно говоря. Думаю, я же не вахту еду. Но для спокойствия лишнего я решил немножко дозаправиться. Так, что у нас там? Навигатор садится, капец. Он как будто жрет больше, чем ему дает зарядка. Тягу вам. Ну, давай, переворачивайся уже. Заправился аж на целых 3 евро 72 центов. Проехал уже немного по Словакии. И вдруг замечаю вывески населенных пунктов кириллицей. Оказалось, что в восточной Словакии есть множество русинских поселений. Раньше даже этот регион называли Пряшевская Русь. Проезжаю через городки, и они все-таки выглядят уже не так, как в Польше. Оно, конечно, все плюс-минус одинаково, но чувствуется уже по-другому. Я бы сказал, попроще все. Проехал через город Бордеев и двинулся на запад прямо рядом с польской границей. Здесь красивые природные ландшафты, отличная дорога. В этих местах множество горнолыжных трасс, и сюда нужно прям отдельно приезжать для этого. Ремонт дороги, ремонт моста, я так понимаю. Здесь светофор, красный свет по очереди пропускают. Вот ждем здесь, с той стороны машины заезжают. А я как бы с поворота такого заехал, вот откуда приехал. Здесь что ни место, просто хочется останавливаться и все фотографировать и фотографировать. Но я так до ночи не доеду. Тут реально очень круто. И то, это только как бы начало, да, я еще до самых высоких татров не добрался. По пути встречается множество замков. Вот, например, на горизонте Любовнянский град. Я чего-то остановился, потупил немного и дальше поехал. Думал, может сфотографирую, но оно как-то далеко. Ну и длинулся дальше. На самом деле замков впереди будет еще огромное количество. Субтитры сделал DimaTorzok Еду, еду и вдруг по правой стороне на горизонте увидел очертания тех самых высоких татар, ради которых я сюда и поехал. Не могу объяснить это волнение, но меня аж распирало в тот момент от предвкушения. Остановился на обочине не в самом удобном месте, чтобы просто постоять, посмотреть. Я потом по пути еще съехал на мелкую дорожку. Ну, там потусил, посмотрел, подышал. Классно, уже высокие татары видно, прям хорошее такое место. Развернулся, а получилось так, что назад надо было выезжать под очень таким вот острым углом. Мало того, еще на подъем и вот сюда на подъем. И реально, это был такой стрёмный момент, тем более этот поворотик, он был весь в таких камушках. И мне пришлось подождать, пока из встречки никого не будет, чтобы вот таким вот немного кружочком большим зарулить туда. Ну, такой напряжненький был момент. Но, тем не менее, еду дальше. Ночевать я думал в районе города Попрад. Но нашел себе жилье в Великой Ломнице, не доезжая до Попрады 5 километров. Это была комната в доме на втором этаже за 10 евро. Заехал во двор, встретила меня приветливая хозяйка по имени Блажена, все показала. Она все очень удивлялась, что я доехал сюда на мотоцикле. Рассказывала мне истории, что сын у нее учится в Праге и тоже ездит на мотоцикле по городу. Поговорили так немного, снял вещи с мотоцикла и поднялся наверх в комнату. Вот эта комната. Ну, их тут даже две. Вот так вот выглядит. Все очень просто. Очень просто. Но я решил проверить, что будет за жилье по цене 10 евро в сутки. И как бы особо больше ничего не надо. Поспал и поехал. Здесь тоже все просто. Но все необходимое есть. До сих пор еще вот эти вот примятины не ушли от подшлемника. Немного перевел дух, что называется, и пошел искать кафе, чтобы поужинать. Эта деревня, можно сказать, тут особо гулять негде, но она расположена фактически у подножия высоких Татар, и отсюда открывается просто замечательный вид на горы. В супермаркете купил немного еды на завтрак и пошел в ресторанчик в гостинице через дорогу. Хорошо поужинал местной кухней. Я вообще считаю, что местная еда – это важнейший элемент знакомства с новыми странами и местами. Я всегда стараюсь не пропустить это. Кстати, посмотрел, самый дорогой номер в этой гостинице с рестораном стоил 20 евро. Так что тут, в принципе, все стоит недорого. За первый день я проехал 400 с чем-то километров. Конечно, устал, тем более накануне я еще нормально не выспался. Ну и свалился спать без задних ног. Ну а во сне мне уже казалось до сих пор, что я там где-то еду. Траты за первый день составили. Страховка гринкарта 10 евро. Бензин 19,8. Еда 17,8. И жилье 10. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует...